Мы приветствуем всех, кто присоединился к нам только что в эфире программы подробностей. Сегодня у нас в гостях Юрий Анатольевич Мюллер. Здравствуйте. Здравствуйте. Юрий Анатольевич, ну вот, наверное, хочется в первую очередь в преддверии, скажем так, Нового года и в преддверии окончания Старого года подвести некоторые итоги работы ГИМС Призанской области. В 2015 году отделу безопасности людей на водных объектах в главном апреле МЧС России Призанской области совместно с сотрудниками ГИМС достиг определенных успехов. Об этом говорят наши цифры. Если в 2014 году у нас было зарегистрировано 50 случаев, при которых погибло 48 человек, то в этом году на сегодняшний день у нас зарегистрировано всего 17 случаев происшествий, на которых погибло 16 человек. Как видите, все уменьшилось в три раза. Динамика положительная в связи с чем? В связи с тем, что мы как бы в этом году более теснее взаимодействуем с органами местного управления. У нас увеличилось количество патрулирований совместно с администрацией, с представителями администрации, с линейным отделом внутренних дел на водном транспорте, с полицией, с аварийно-спасательной службой, поисковой спасательной службой на воде, ну и также с рыбоохраной даже. Кроме того, нам удалось в этом году открыть 13 новых пляжей, что очень важно, на которых постоянно дежурят аттестованные спасатели. Хочется сказать по этому поводу спасибо нашему муниципальному учебному центру, который занимался подготовкой этих спасателей, потому что практика показывает, что на пляже и в местах массового отдыха, где дежурят спасатели, никто не погибает, никто не тонет. На сегодняшний день у нас совершено более 1400 патрулирований по водным объектам. Какая-то, помимо этого, профилактическая работа ведется. Вот с детьми какие занятия проводите? Работа с детьми у нас всегда на первом месте. У нас организованы и спланированы занятия в школах, уроки. Зимой мы рассказываем, как себя вести правильно на льду. Весной проводим занятия в школе, как правильно себя вести во время паводка. А летом в детских оздоровительных лагерях со всеми сменами мы тоже проводим занятия по правилам поведения на воде, правилам поведения пользования катерами, лодками и оказания первой медицинской помощи. Правила поведения на воде в зимний период, наверное, уже сейчас актуальны. У нас АК вообще встала, заледенела? АК встала, заледенела и опять где-то подтаяла. Лед коллеколебрится. Он уже был где-то нормально, там были 7 сантиметров. Сейчас немножко он опять становится, уже подтаял. И видите прогноз какой. Надо быть очень осторожным, потому что плюсовая температура. Что хочется сказать сейчас при выходе на лед? Надо первое дело осмотреться, посмотреть, куда вы идете. Если снег припорошил, то очень опасно и не видно. Значит, самые опасные места – это, значит, которые примыкают к берегу. Потому что около берега, тем более лежит снег, трещин не видно. Если, значит, лед прозрачный, то, значит, самое опасное – это темные места. Поэтому самое безопасное – это лед беловатый или зеленоватого цвета. Если вы выходите на лед на лыжах, то надо расстегнуть крепление. С кистей рук снять петли от лыжных палок. Если у вас на спине рюкзак, то надо, значит, его повесить на одно плечо, чтобы это не мешало, в случае чего что-то откинуть, если вдруг вы провалитесь под лед. Ни в коем случае нельзя проверять толщину льда ударом ноги. Если ходить рекомендованно на лед группами, если идти друг за другом, то его должно быть в состоянии 5-6 метров. Хочу сказать, что сейчас любители зимней ловли рыбы стали более дисциплинированнее. И когда проверяешь, просто просишь, откройте ваш сундучок или ваш ящик, покажите, что у вас там. Открываем, смотрим, да, есть спасательное конец, спасательное кольцо. То есть люди прислушиваются к нашим требованиям, к нашим рекомендациям. Здравомыслящие, да. Несмотря на то, что наши показатели уменьшены в положительную сторону в три раза, уже мы с 1 ноября этого года имеем два происшествия на воде. Зимняя рыбалка сейчас, сезон, можно сказать, уже открыт. Какую профилактическую работу ведете и какой совет можете дать любителям такого рода отдыха? Патрулирование мы проводим каждые выходные по водоему, где сидят любители зимней рыбалки. Будучи инспектором госпиталного судам, я тоже патрулировал. И мне запомнилось озеро Казарское, где бывают до тысячи человек любители зимней ловли рыбы. Что бросили за глаза? Что люди приходят там, особенно отец с сыном. Я их заставал несколько раз. Значит, первое дело, что они приходят, садятся, значит, они не лунку себе сверлят, а накрывают себе завтрак со спиртным. Я два раза, значит, с ними там ругался, пытался, значит, эту корзину на берег выкинуть. Но, тем не менее, они потом ко мне, значит, прислушивать стали. И уже третий раз, значит, когда я опять увидел их, что они идут ловить рыбу, они, значит, ушли в сторону и от меня уже прятались. Ну, то есть уже какой-то результат, то, что, значит... И, значит, хочется пожелать, что не надо сверлить лунки, значит, 10 лунок на 15 квадратных метрах, не делать из-за льда решето, потому что это очень опасно. Расстояние между лунками должно быть тоже, ну, допустим, от 15 до 20 метров. И тогда вы обезопасите себя и других, кто рядом с вами. В преддверии новогодних праздников все-таки будете усиливать контроль? У нас, значит, с 15 ноября по 15 декабря проходил месячник, значит, вообще на безопасно-водных объектах в осенне-зимний период. Значит, вот он закончился 15-го. Что мы делали в этот месяц? У нас было ежедневное патрулирование, опять же, вместе с поисково-спасательной службой, вместе с обществом администрации, полицией, рыбоохраной. И поэтому, соответственно, и все праздничные дни у нас ежедневно, все водные объекты будут находиться под контролем. Год спитара будет дежурить, отдыхать они будут после всех праздников. Мы, значит, кроме того, еще проводим, значит, вместе с управлением взородействия профилактики Рязанской области дворовые обходы, сходы проводим, на которых, значит, инструктируем население, а также детей по правилам пожарной безопасности, так и по правилам поведения на воде, на льду, то есть в разные периоды времени. Распределяем листовки. Вот я специально принес студию показать. С этого года мы распределяем листовки. Вот видите, здесь, значит, советы любителям зимней рыбалки, оказание помощи посадавшим на льду, меры предосторожности и правила поведения на льду. А с другой стороны, вот советы детям, добавил огнетушителей, то есть уже по пожарной безопасности. Вот при нарушении правил, пользуемых бытовым газом, тех жителей, у которых дома газовые плиты. И вот такая тоже пожарная профилактика в вашем доме. То есть мы убиваем двух зайцев и по своей тематике, и по тематике управления надзора, значит, за, ну, по противопожарной, скажем так, теме. Мы тоже с ними работаем в тесном взаимодействии. Угу. Отзывы какие положительные слышите о такой работе вашей? Да, звонят, но эти отзывы приходят в главном управлении, наимоначальник главного управления, который всегда при наших подведениях, значит, всегда с удовольствием об этом докладывает, что да, вот получили письмо, сказали спасибо этим, сказали спасибо этим за проделанную работу. Юрий Анатольевич, ну еще бы хотелось, наверное, чтобы вы пожелали гражданам быть осторожными, ну и вообще какое-то маленькое поздравление с наступающим праздником. Ну, конечно, пользуясь случаем, хочу поздравить всех с наступающим Новым годом и Рождеством. Да, будьте, соблюдайте правила безопасности как на воде, так и на льду. Отдельно хочется поздравить своих коллег, сотрудников МЧС, потому что мы в этом году отвечаем от юбилей, 25 лет МЧС. Поэтому всем здоровья, удачи. А нашим огнеборцам, как говорит наш министр, сухих рукавов. Спасибо вам большое за замечательные слова. Спасибо, что пришли к нам в гости. С наступающими вас. И вас также. Ну, это была программа подробностей. Мы с вами скоро увидимся. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин